Ответ, который дает нам Американская Ассоциация Беременности, American Pregnancy Association, такой, да, и нет. В целом секс во время месячных действительно вряд ли приведет к беременности, овуляция случится лишь через неделю или даже позже. Но есть исключения. К нему относятся женщины с нетипичным циклом, который длится меньше 28-30 дней. Сперма может жить внутри организма до 5 дней, и с ранней овуляцией есть шанс, что ты забеременеешь. Нет, но есть нюанс. Существует несколько маловероятных, но все же возможных сценариев, которые могут косвенно привести к беременности. Для оплодотворения яйцеклетки сперма должна попасть во влагалище, чтобы проплыть через шейку матки, через матку по фаллопиевым трубам, где один или более сперматозоидов попытаются проникнуть в яйцеклетку. Технических связей между кишечником и влагалищем не существует, то есть изонального отверстия сперма никак не может попасть во влагалище. Но всегда есть вероятность, что ты или твой партнер распространит сперму до или после полового акта, и она попадет внутрь. Одно любопытное исследование показало, что примерно одна из двухсот женщин сообщили о беременности, хотя в их жизни не было вагинального секса. Да, хотя производство грудного молока действительно может задержать или отложить возвращение менструации, это не может работать в качестве метода контрацепции. Действительно существует метод, который называется метод латационной аминореи, мла, где если соблюсти все условия, можно сократить риск беременности до минимума. Среди критериев, возраст младенца меньше полугода, ты должна кормить его минимум каждые 4 часа днем и каждые 6 часов ночью, и ты не должна сцеживать молоко. Но вообще старый добрый презерватив нам поможет. Однозначно да. Ничто не мешает девушке забеременеть после первого же вагинального секса, даже если парень не эйкулирует внутрь. Маловероятно, но возможно. Вопреки распространенному мифу сперматозоиды легко выживают вне организма, находясь во влажной и теплой среде. Сперма может попасть во влагалище, если человек эйкулировал в руку, а потом той же рукой мастурбирует партнера. Хотя возникновение беременности при таком раскладе сравнительно невелико, но шанс не нулевой. Строго говоря, да. Если вы занимаетесь сексом в бассейне, ничего не помешает его сперматозоидам добраться до пункта назначения. Но если речь о том, чтобы девушка забеременела, когда парень не эйкулировал в воду, нет, это невозможно. Сперматозоиды – отличные пловцы, но только когда находятся внутри тела. Нет, но есть нюансы. Менопауза – это официальное заявление твоего организма, что он расквитался с репродуктивным периодом. Начнем с того, что менопауза не обрушивается, как снег на голову, ей предшествует период переменопаузы, изменение менструального цикла по продолжительности и по количеству потери крови. И в этот период женщина еще может забеременеть. Менопауза наступает после того, как у женщины как минимум 12 месяцев не было месячных. Ну а если женщина хочет забеременеть, она все еще может это сделать при помощи ЭКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова